Можно ли победить самовольных уличных торговцев и недостаточную благоустроенность городских парков? Рассмотрим эти темы на примере двух рейдов специализированных комиссий. Место действия Оренбург, Держинский район. Ярких кадров жесткого захвата особо опасных преступников у нас, конечно, не будет. Продавцы тряпья, колбасы, рыбы или овощей не уголовники, но нарушители. В этом году уже больше 70 рейдов проведено по местам именно несанкционированной торговли. Отсутствие документов – это систематические нарушения. За последнее время, то есть если брать только специалистами отдела потребительского рынка, с начала года составлено 138 протоколов за торговлю в неустановленных местах. Чтобы накрыть всю сеть, надо было бы действовать несколькими группами. А так, пока комиссия оформляет одного нелегала, другие, что называется, оперативно сматывают удочки. Между тем, и попавшийся на нарушении продавец не переживает. Мы только на той неделе проводили межведомственный рейд. Предупреждали вас, просили не торговать. То есть вы торгуете, посмотрите, с нарушением правил торговли, санитарного режима, да? Ваша медицинская книжка покажите, пожалуйста. Нет. Вы же за это несете персональную ответственность, как продавец. Ваша форменная одежда, что вы продавец, где? Покажите, пожалуйста. В оправдание своих действий – бесхитростная мысль. Это не ко мне вопрос. Как не к вам? Вы же торгуете. Я же не ворую, но я же торгую, работаю. А мне детей чем кормить? Воровать пойти, вы думаете, что ли? По мнению женщины, обман покупателя воровством назвать, видимо, нельзя. И обвешивание клиентов – это честная работа. Пачка соли, упаковка полностью, на контрольных весах она взвешена, масса соли нет, составляет килограмм. Проверяем контрольность весов. Пожалуйста, смотрите, отклонение 135 грамм на килограмм. Грубейшее нарушение правил торговли, которое выражается в обвесе и в общете покупателей. Закон, кстати, предполагает штраф за такие действия от трех тысяч награждан до пятидесяти тысяч рублей на юридическое лицо. Но воспылав праведным гневом, за продавца вступается хозяйка товара. Чего это напали на бизнесменов? Мы не знаем, у нас мы не обвешиваем. Ну давайте посмотрим. Да что посмотреть? Я говорю не обвешиваем. Я покупаю весы на центральном рынке, все. Там есть правило хозяйство. Вот так вот, друзья покупатели, заикнетесь, что вас обвесили, пошлют на центральный рынок. При этом, сворачивая самовольную незаконную торговую точку, владелец товара продолжила громко возмущаться. Дескать, жизни нет и детей кормить нечем. И по странному стечению обстоятельств, большинство подобных точек в районе оперативно позакрывались. Продолжившийся рейд фиксировал лишь мусор, оставленный предпринимателями. А буквально через полчаса, проезжая мимо первого места высадки, комиссия обнаружила восхитительную картину. Оштрафованные нарушители снова разложили товар на земле и были готовы начать торговлю. Тут уж, что называется, подключили налоговую. Предпринимательство без документов – это теневой бизнес, за который наступает уже уголовная ответственность. В ответ на жалобы, специальная комиссия из представителей администрации города и депутатов отправилась гулять по парку имени 50-летия СССР. Жалобы самые разнообразные – от возмущения, что спиливают деревья до недовольства очередями в городке аттракционов. Заметим, парк уже 4 года как отдан в концессию одному оренбургскому бизнесмену и преобразование, которое здесь проходит власть, постоянно контролирует. Все работы согласованы. Были вырублены часть деревьев, но это также все в рамках соглашения, потому что эти территории изначально были запроектированы именно там, где это происходит. В замену указанных деревьев в конце сезона будут высаживаться 50 новых деревьев, которые будут определены также в территории парка в зависимости от их породы, роста и прочего. Благодаря только им этот парк выжил в те 90-е годы. Он сегодня есть, существует. Отдать должность, что сегодня именно вся зеленая масса, она совершенно не на полном объеме, поэтому говорить там травка пока гуще или как-то нет. Самое главное, что здесь ничего лишнего не построено капитально. Здесь только работы ведутся по тому проекту, который утвержден в архитектуре. Сегодня проблема у нас в очереди аттракционов. Я считаю, это прекрасная проблема. Ее надо решать. Значит, у нас есть дети, которые с удовольствием сюда приходят и здесь отдыхают в этом парке. Проблему очередей решат с помощью электронной системы платежей. Ее планируют внедрить к осени, заодно увеличив количество аттракционов. Часть существующих уже ремонтируют и одновременно устанавливают новые. В парке строят большой веревочный городок. Есть планы и на следующий год. И на следующий год мы будем ставить профессиональный скейт-парк вот этот, потому что это сейчас олимпийский вид спорта. И чтобы у нас тоже готовились спортсмены и выступали на самых высших уровнях. В рабочий полдень в парке немноголюдно, но отдыхающие все же есть. Неспешные с удовольствием они прогуливаются и посещают аттракционы. Говорят, для обитателей северного жилого массива это замечательное место. На уточках любят кататься, на пожарной команде. Вот сегодня опробовал у нас лодки, да? Эти лошадки и этот такой провозик. Ну, сейчас на новую машинку. Понравился. Ну и вот сюда сейчас тоже сходим. Куда ребенок ведет, туда мы и идем. Он доволен, мы довольны, поэтому как бы нас устраивает. Проверкой остались довольны и депутаты, которые смотрели на парк не только с позиции властных полномочий, но и как простые жители, как родители. Ну, в целом, картина достаточно приятная по парку. Постриженные кусты, опиловка деревьев идет, нигде не валяется, бычков даже не видно. Я доволен. Я тут давно не был. Последний раз проводили мы здесь рок-фестиваль. Это было лет, наверное, 10 назад. То есть другая картинка была совсем. Мы видим и мероприятия, потому что мы их постоянно посещаем. И плюс ко всему, просто как именно обыватели, как жители города, мы приходим сюда с своими детьми, да, и мы видим, что интерес к парку растет. Здесь, конечно же, тоже доработать есть, что. Естественно, сегодня были даны свои рекомендации от депутатского корпуса. Но хорошо, что развитие идет, он не стоит на месте. Детям главное это нравится, потому что дети – это цветы жизни, да, это наше будущее. Поэтому если они счастливы, значит, счастливы и мы, их родители. Заметим, что парк традиционно является одной из крупнейших площадок для культурно-массовых мероприятий городского и областного масштаба. Так, ко дню рождения Оренбурга организаторы готовят замечательный подарок – выступление группы «Мираж». Продолжение следует...